А спонсор видео канал Ева Сейс, на котором девушка по имени Ева делает различные видеоролики по видеоиграм. В основном это прохождение новых и просто классных игр. Ева делает видео с душой и очень атмосферно. Так что если ты геймер, да ещё любишь летсплеи, то ссылочка в описании на экране, ты знаешь, что делать. А теперь переходим к видео. Возможно, Дисней это самая мощная студия киноделов в мире. Они владеют Pixar, Lucasfilm, Marvel, Muppet'ами, а также производят свои собственные неповторимые фильмы каждый год. Зачастую успех этой компании напрямую зависит от актёров, которые снимались в их фильмах. Но есть и артисты, которых наверняка мы все любим. Но они по каким-то причинам отказались от участия в картинах от Дисней. И о них я бы хотел сегодня вам рассказать. Меня зовут Никитун, и это 10 актёров, которые отказались от роли в фильмах Дисней. Роберт Дауни-младший и Джонни Депп Если детально присмотреться к истории Сэма Рэйми и Джеймса Франка, можно проследить линию совместной работы. Франка играл Гарри Осборна в Человеке-пауке, который режиссировал как раз Сэм Рэйми. И являясь фаворитом, Франка сыграл в Ос главную роль. Но тут не так просто. Сперва режиссер пригласил других актёров. Роберта Дауни-младшего и Джонни Деппа. Депп уже снимался в «Одиноком рейнджере», а Дауни-младший просто-напросто был не заинтересован. Тем не менее, играть Джеймса Франка великолепно. И Рэйми не прогадал, что выбрал именно его. Сломать? Да, она даёт ей силу. Без неё она умрёт. Я даже не попрощался с Теодорой. Билли Кристалл. Забавный Билли Кристалл заставлял зрителей смеяться в некоторых фильмах. И один из его самых узнаваемых персонажей – это Майк Вазовский, из вселенной «Корпорации монстров». Кристалл – это неотъемлемая часть «Корпорации монстров». И сложно представить на его месте кого-то другого. Но когда студия в далёком 95-м году делала свою очередную картину «История игрушек», они предложили Билли сыграть База Лайтера. Тот отказался, но после просмотра мультфильма пожалел о своём решении. Дисней не обиделись и пригласили его ещё раз. На этот раз, чтобы сыграть Майка Вазовский в «Пиксаровской корпорации монстров». Кристалл без раздумий дал добро. Патрик Стюарт. В Алладине участвовали довольно именитые артисты. К примеру, Робин Уильямс, который озвучивал Джина. Также в картине принимал участие и Джонатан Фриман, который подарил нам незабываемый образ злодея Джафара. Тем не менее, какой бы хорошей не была игра Фримана, он не был первым выбором. На самом деле, киноделы хотели, чтобы в роли Джафара выступил Патрик Стюарт. Но, к сожалению, он не смог поучаствовать в мультфильме, так как график съёмок мог бы помешать графику сериала «Стартрек. Следующее поколение», в котором он снимался в то время. Интересно, какими бы красками засиял Джафар, если бы его играл легенда sci-fi. Роберт Де Ниро Джонни Депп сыграл роль Джека Воро... Извините, капитана Джека Воробья уже в четырёх фильмах о пиратах Карибского моря. И скоро мы увидим его и в пятой части. Эта роль и Джонни Депп будто созданы друг для друга. Его игра в «Чёрной жемчужине» была настолько блестящей, что его даже номинировали на Оскар. Но прежде чем Депп подписался на роль, исполнить её также предлагали и «Легенде кино» Роберту Де Ниро. Но тот, как вы уже догадались, отказался. Сославшись на то, что фильм не соберёт много на кассовых сборах. Кстати, роль капитана Роберта Де Ниро всё-таки потом сыграл в фильме «Звёздная пыль». Хоакин Феникс До того, как Бенедикт Кэмбербэтч был утверждён на роль доктора Стрэнджа, интернет просто кишил слухами о том, кто же будет играть эту роль. Однако, одно имя было на слуху очень часто – Хоакин Феникс. Практически все решили, что всё-таки он будет играть эту роль. Но после нескольких месяцев, актёр от неё отказался. Главной причиной отказа послужил контракт, а точнее, один из его пунктов, который гласит о том, что он должен будет участвовать в линейке фильмов от Марвел. Феникс был интересным выбором, но всё-таки с Кэмбербэтчем мы точно знаем, что фильмы в хороших руках. Эмма Стоун Громким диснеевским релизом в 2014 году был мюзикл «Чем дальше улез». Эта картина была просто наипичкана известными актёрами. Одной из таких была Анна Кендрик, которая сыграла Золушку. Но режиссёр Роб Маршалл на самом деле хотел видеть другую Золушку в лице Эммы Стоун. Но та отвергла предложение, сказав, что не умеет петь. Иронично, учитывая то, что она снялась в мюзикле «Ла-Ла Лэнд». Энн Хэтуэй Когда Дисней проводила кастинг ролей для её экшн-ремейка «Алиса в стране чудес», первую, кого они позвали, была Энн Хэтуэй. Но та отказалась от главной роли Алисы. Однако, позже она всё-таки приняла участие в роли Белой Королевы. Потому что ей было очень интересно работать с режиссёром Тимом Бёртоном. К слову, съёмки сцен с её участием по времени заняли всего лишь две недели. Лиам Ниссон В «Короле и Льве» есть несколько запоминающихся частей. И одной из таких частей является Муфас в исполнении Джеймса Эрол Джонса. Джонс прекрасно сочетается с этой ролью. Возможно, это будет сюрпризом для вас, но киноотделы также предлагали эту роль и Лиаму Ниссону. Но номинант на премию «Оскар» отказался от этого предложения. Сейчас Дисней занимается ремейком этого мультфильма. Так что не исключено, что Лиам Ниссон наконец внесёт свою лепту. Райан Гослинг Дисней продолжает свою традицию ремейков. И уже в следующем году мы увидим картину «Красавица и чудовище». Главные роли исполняют Дэн Стивенс и Эмма Уотсон. Наверное, эта фраза прозвучит уже в сотый раз за видео. Но изначально на роль чудовища предполагался Райан Гослинг. Но артист отказался от роли, дабы сыграть в мюзикле «Ла-Ла Лэнд». По совпадению, как раз-таки Эмма Уотсон отказалась играть в «Ла-Ла Лэнде» ради роли «Красавицы» Элизабет Олсен. После того, как Дисней объявили, что намерены продолжить всемирно известную линейку фильмов «Звёздные войны», все стали гадать, кого же они возьмут на роли. В итоге, в седьмом эпизоде нам представили трёх новых героев – Бо Даймерон, Финн и Рэй. Кстати, Рэй. Изначально предполагалось, что её роль исполнит никто иная, как Элизабет Олсен. Но, к сожалению, она отказалась от участия в картине. Потому что уже снималась в «Реальтрона». И как это бывает, расписание съёмок фильма могло помешать графику фильма «Марвел». И Джей Джей Абрамс решил взять на роль неизвестную на тот момент актрису Дэйзи Ридли. Но давайте будем честны. Мы бы радовались больше, если бы в фильме была Элизабет Олсен. Это были, пожалуй, самые примечательные актёры, которые отказались от участия в фильмах Дисней. А нам остаётся только воображать, как бы они сыграли ту или иную роль. Ну а с вами был, конечно же, я Никитун. Не забывайте про подписку на канал. Также у меня есть Инстаграм, Твиттер и ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok